Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о самых массовых тракторах Советского Союза. Их хорошо помнят, а многие из них до сих пор успешно используются. Отечественная промышленность во времена СССР выпустила большое количество сельхозтехники. Но в данном видео речь пойдет о тракторах, которые смело можно назвать легендарными. Им под силу были любые планы и рекорды. Ну что же, не будем тянуть, поехали! Т-16 Существуют тракторы, на любовь к которым практически не влияет выпуск новых и более современных сельскохозяйственных агрегатов. В число этих тракторов входит легкий трактор Т-16. Он прост в применении, ремонте своими руками, универсален и, что немаловажно, крайне вынослив. Именно эти черты больше всего ценятся. Сердцем Т-16 является двигатель марки Д-16. Изначально трактора оснащались моторами мощностью в 16 лошадиных сил. Однако позже в комплектацию агрегатов поступили более мощные двигатели, обладающие отдачей в 25 лошадиных сил. Трактора с такими моторами получили название Т-16М. А их выпуск был продлен вплоть до 1995 года. Производство осуществлялось в Харькове. Необычной особенностью Т-16 было расположение кузова перед кабиной, из-за чего эти трактора часто называли попрошайками. Машина часто использовалась в жилищно-коммунальной сфере, в строительстве, в сельском хозяйстве и в качестве легкого развозного грузовичка. Т-150К Колесный трактор Т-150К производства Харьковского тракторного завода увидел свет в 1971 году. Без этой машины в 70-е и 80-е годы не обходился ни один колхоз. Т-150К отлично подходит для обработки полей. На порядок опережая существующую технику по основным показателям. Восьмитонная машина приводится в движение шестицилиндровым дизельным двигателем. Трактор отличается оригинальной компоновочной схемой. У него вместо единой рамы все агрегаты смонтированы на двух полурамах. На переднюю установлен моторный отсек, кабина и мост. Задний мост с прицепным оборудованием смонтированы на вторую полураму. Две секции Т-150К соединены шарнирами, движением которых трактор и поворачивает. Благодаря передовым решениям, заложенным в конструкцию еще полвека назад, Т-150К активно используется и сегодня. ДТ-75 Он стал самым распространенным советским трактором на гусеничном ходу. Собирался с 1963 года на заводах в Волгограде и в Казахстане, в городе Павлодар. Всего вышло 2,7 миллиона экземпляров. В сравнении с другими моделями ДТ-75 отличались простотой, экономичностью, ремонтопригодностью и невысокой стоимостью. Трактор оснащался различными дизельными двигателями мощностью от 75 до 170 лошадиных сил. Первые экземпляры ДТ-75 получили кабину от грузовика ГАЗ-51, а последующие варианты – обновленную, с увеличенной площадью остекления. ДТ-75 претерпел массу изменений за все время серийного производства. Появлялись модели как с малыми доработками, так и со значительными. В самой же линейке ДТ-75 насчитывается 7 модификаций. Позже появились вариации каждой из 7 модификаций. Чтобы обеспечить потребность страны в ДТ-75, в 70-е и 80-е годы Волгоградский тракторный завод работал круглосуточно. Множество этих машин до сих пор служат на полях, строительстве, дорожных работах и лесозаготовках. Гусеничные тракторы ДТ-75 побывали в экстремальном климате Африки и Антарктиды. К-700-701 Кировец В 1961 году на Кировском заводе в Ленинграде начался выпуск огромного колесного трактора. Один вид которого внушает уважение к могучей советской технике. Под именем Кировец эту машину знали колхозники по всей стране. К-700 отлично подходил для пахоты и других сложных земляных работ. А в случае военного времени тракторы серии К-700 становились артиллерийскими тягачами. Для своего времени это была просто великолепная машина. В 1969 году Кировец К-700 получил гран-при на парижской выставке сельхозмашин. Первоначально он оснащался двигателем в 220 лошадиных сил. Но уже к 1975 году были разработаны две новые модели. К-700А с 235-сильным двигателем и К-701 с повышенной мощностью до 300 лошадиных сил. Всего за 41 год было выпущено около 400 тысяч тракторов Кировец. МТЗ Беларусь Сложно найти человека на постсоветском пространстве, который не слышал о существовании трактора Беларусь и не видел его вживую. Они выпускаются на Минском тракторном заводе с 1953 года. И за это время сменилось уже несколько поколений машин. Общее количество Беларуси всех модификаций более 3,5 миллионов экземпляров. Что делает его одним из самых массовых советских тракторов. Эти машины имеют классическую компоновку с передним расположением двигателя и задними колесами большого диаметра. По мнению трактористов это надежные и неприхотливые трудяги. На этом все друзья, жду от вас лайк, если конечно видео вам понравилось. Также не забудьте подписаться на канал, я буду и дальше вас радовать интересными роликами. Спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok